Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на игровом канале Восход, с вами я Михаил и мы сегодня играем в World of Tanks. Ну что же, друзья, сегодня у нас впервые, впервые на моем канале будет видео по танкам, но не простым танкам, а по САУ, самоходным артиллерийским установкам. Ну не то, чтобы мне прямо вот я тащился от них, но я тем не менее за них играю, играю, не понимаю вообще отрицательного отношения игроков к данному виду техники, она я считаю просто необходима. И тот момент, когда разработчики в конец понерфили артиллерию, я считаю началом конца данной игры, по той простой причине, что слишком один вид техники, а именно ПТ, стал превобладать в боях, плюс стал абсолютно не нужен другой вид техники, а именно ЛТ, их функция разведки, засвета и то, что они выполняли, стало абсолютно никому не нужное, потому что просто не стало арты практически. Вот как-то так, друзья, играть на арте в данный момент, я считаю, что просто нет никакого необходимости, да и желания мало. То есть у меня в ангаре, допустим, находится всего лишь одна десятка артиллерии, это советский объект 261, вы видите, весь разукрашенный, я когда-то на нем довольно-таки часто катал, катал даже на АГК. Меня нельзя назвать артоводом, прям совсем уж таким вот супер-пупер, но что-то я мог, что-то мог, но и в последнее время мой средний дамаг на данной технике стал стремительно уменьшаться, у меня было более 2100, сейчас, как видите, уже меньше 2000, 1937, и с каждым боем он все уменьшается, уменьшается. И дело не в том, что как-то пропал мой, допустим, скилл или еще что-то, просто она стала меньше попадать, меньше попадать, элементарно, потому что постоянно какие-то недолеты, берелеты стрёмные, плюс даже когда в технику попадаешь, то выбиваешь из нее почему-то 600-700 хп, что для меня является вообще каким-то бредом, да, то есть в игре ездит ПТ, ПТ, который там, якпоза Е100, например, 1100, ради бога. Представляете, он в лобешник другому танку по броне, 1100 херачивает, уж извиняюсь за маты. А это, представьте, фугас из артиллерии, который летит сверху, с большей скоростью, влетает в самое незащищенное место любой техники, а это именно верхний профиль, и наносит, молитв, 600 хп дамага. Это как? Вот мне объясните, как? Ну, на мой взгляд, бред. То есть, если раньше было довольно-таки часто, там, какие-то подрывы БК, еще что-то, сейчас это, ну, как-то стало, ну, совсем печально. То есть, раньше, да, я понимал, я там, попадаю в маусы, с него вылетает 600-700, я понимал, ну, да, бронированная техника, ну, да, ну, понятно, почему 700-700. Сейчас попадаю в какую-нибудь картонку, 700 хп. Как? Там, блять, его разорвать на части должно. Ну, вот, 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 как-то так. Вот, то есть, более-менее точной артиллерии понерфили дамаг, весьма и весьма существенно, я даже не буду смотреть, какой там дамаг прописан на снарядах, это бред, вы такого дамага в жизни своей не увидите, даже не обольщайтесь и не читайте этот дамаг, фу-фу-фу, таким и быть. Вот, а каким-то сплошевикам, таким как немецкому ГВЕ-100, американскому Т-92, им порезали еще более точность, они и так были весьма и весьма убоги, они там попадали, я не знаю, раз из десяти, с их сведением, а учитывая, что техника с вводом с Т-10 и ЛТ-8 стал все быстрее и быстрее, это попадать с сплошевиками все сложнее и сложнее, да, они там могут хорошенько так попасть, если попадут, но это попадание бывает очень редко, друзья. Допустим, в ближнем бою Т-92 вообще ни о чем, у него орудие просто тупо не склоняется, необходимый уровень, чтобы попасть в какого-то врага, который находится рядом с вашей техникой. То есть проблем много, много, разработчики откровенно сливают данный вид техники, на ней сейчас катают сугубо только любители, сугубо, ну, такие почитатели артиллерии, по-другому их и не назовешь. У меня, например, была еще одна десятка арта, была немецкая ГВС-100, я ее продал сразу после нерфа, откатал 10 боев, ни разу ни в кого не попал, и я ее продал. Ну, прямо скажем, я, конечно, не артовод, меня нельзя назвать артоводом, но я неплохо, в принципе, играл на арте, и для меня 10 боев без единого попадания, это, ну, это просто писец. Вот по-другому его не назовешь, друзья. Я не знаю, как это назвать. Я арту продал просто на эмоциях, может быть, ее и не следовало продавать, может быть, сейчас она и нормально, но на тот момент, когда ее сразу понерфили, я ее продал, и об этом не жалею, потому что все мои эмоции, которые у меня были после 10 боев без попадания, это, хо-хо, я стрелял даже по стоячим. Просто, долеты, недолеты, перелеты, разлеты. Вот, как ситуация так. На данный момент у меня в ангаре есть еще несколько артиллерийских установок самоходных. Это француз, которого я качаю, лорка 51-го, 8-го уровня, более-менее приемлемая. На седьмом уровне на лоре 50-й я просто тупо страдал. Честно вам скажу, страдал, потому что она косорылая просто, ну, ай-лю-ли-лю-ля. Это просто кошмар. Вот эта 51-я хотя бы более-менее как-то впадает хотя бы изредка. А 50-я на седьмом уровне, ну, это страдание. Также качаю постепенно в Великобританию. Он докачался до седьмого уровня. Вот Курсайдер какой-то 5-5. Довольно-таки прикольная хрень. Я так и не разобрался, как она быстрее ездит вперед или назад. До сих пор ее пробуем. Но у меня на ней совсем мало боев. Правда, еще поражение не было. Средний дамаг радует. Но работаем, работаем. В общем, на ней. На сегодняшний выпуск, наверное, будет посвящен американской все-таки технике. Я до сих пор сомневаюсь, что я буду приобретать 10-го уровня Т-92. Но вот на 9-м уровне есть вот такая вот самоходная артиллерийская установка М53, М55. У него шикарный, шикарный горизонт. Что-то порядка... Я уже, блин, даже теряюсь. 90 градусов. 90 градусов. У него поворотная башня. Считать, вы всегда, просто контролируете половину карты. Можете быстро переводиться с цели на цель. Что в современных условиях ну очень-очень нужно. Это вот будет еще у французов 9-й, 8-й, 9-й, 10-й уровень. И у американцев вот на 9-м. У всей остальной техники данного нету. Ну, советов есть, что-то там на мелкие уровни. 5-й или какой-то там, 4-й, я не помню, с башней. Вот. Ну, а больше никого такого нет, такой фишки. Ну, вот мы и будем сегодня играть за американцев. Первый у меня такой вот ролик на... на канале. Да, это я все... Ее обходил стороной артиллерии. Ну, вот решил попробовать. Записываю, в принципе, второй раз. Второй раз. Первый раз мне почему-то как-то сильно не повезло. Три боя, три проигрыша. Каждый бой я дамажил больше двух с половиной тысяч. И три проигрыша. И при этом у меня очень сильно лагало на втором лово. в серваке. Вот сейчас я перешел на пятый. Вроде как отыграл один проверочный бой. Вроде как все нормально, друзья. Вроде как нормально. Ну, походу, человеку надо ЛБЗ. Не знаю. Давайте приступим в этот взвод. Ну, естественно, мы будем сводиться на тяжелую технику противника. Я только думаю, куда встать. Подниматься наверх или забить? Ну, наверное, давайте поднимемся хотя бы немного. Хотя бы до кустиков, да? И начнем сводиться. Перезарядка у нас 40 секунд. Дамаг у нас неплохой. Средний порядка 800. 800 урона при попадании, да? Ну, а там дальше в зависимости от брони противника. Где-то больше, где-то меньше. Так. Ну вот. М103. Сводимся. Тут главное, чтобы он из-за света не пропал. Конечно, такой вот стрелять неудобно. Местность, да? Еще плюс, видите, здесь какие-то горки, не горки. Все это очень сложно, друзья. Так. ИС-7. Хэви. Жалко, не загусили. Ну. Друзья, на 1812. На 1812. На 1812. На 1812. Ну, это хэви без брони. Плюс мы попали ему под борт. Шикарный выстрел, друзья. Просто шикарный. Думаю, мы хэви очень сильно порадовали. Наш созводный уже сдох. Молодец. На Як-ПЗЕ-100. Ты правильно делаешь. Ну, а сейчас попытаемся семерочки накинуть. Если, конечно, он будет продолжать оставаться в засвете. Ну, а вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сводись, друг, сводись. Есть выстрел на 770. Это нормальная тема, в принципе. Сейчас по бронированной технике 770. Ну, для нас он уже шотным является. Так же, как и хэви там. Осталось только добрать. Единственное, как-то я не вижу нашу технику там. Ну, вот. Ну, давайте добираться. Ну, мне стрелять на 100 хп это бред. Вот. Здесь есть семерка, есть яга. Вот это цели заслуживающие нашего внимания. Ни всякого сомнения. Стараемся нанести им дамагу. Так. Пошел снаряд. Мимо. Просто отклонение пошло угловое. И снаряд ушел мимо. Жаль. Взрывает нашу ВК-шку. И очень... Ой, это очень печально, друзья. Это очень печально. Невзирая на то, что мы практически в одного уничтожили один десятый левел, наша команда сливает, сливает все это дело. Это очень, друзья, печально. Но постараемся еще кого-нибудь накинуть. Надеюсь, засвет не пропадет. Вот. Тем более он развернулся боком к нам. Да что ж такое? Снаряд не долетел, друзья. Снаряд не долетел. Второй выстрел, второй раз. Не вам. Там он уже семерка. Там уже семерка. Которую тоже надо снимать как-то. Мы не достаем. Очень, друзья, печально все это. Наши топы слились как полные идиоты. Ну, в таком же духе у меня, в принципе, проходили и первые мои бои. Да. Вроде как и накидываю неплохо, а в то же самое время толку никакого. Ну, здесь я просто не представляю, что мне делать. Вот он, ВК-шка. На прицел у меня разъехался. По мне кидает арта до кучи. Я не вижу противника. Убили ВК-45-02. Я откатываюсь вниз. О, я в засвете, друзья. Не знаю, кто у меня светит. Семерка. Семерка уже спустилась вниз. Обидно, досадно. Но если бы вот эти придурки, которые там находятся, вон они, ПТ-шка и 55-ый все-таки, подсвечивали противника, который там сверху движется, они тупо скатились бы вниз и ждали бы, то я, может быть, что-нибудь и сделал. Ну, вы сами все прекрасно видели. И если бы не то удачное попадание по хэвику, у меня, конечно, сейчас было бы около полутора тысяч дамага. Два раза я весьма-весьма обидно промахнулся. Ну, а для команды я сделал все, что мог. Все, что мог. Ну, а то, что команда говно, ну, это как бы не мои проблемы. А жаль, жаль. Ну, как вы видели, весьма хорошая арта. И нужно весьма мало времени. Допустим, по сравнению с тем же М12 или СТ-92 на времени на сведение, довольно-таки легко мы переносим прицел с танка на танка, который находится в нашем секторе обстрела. А обстрел у нас, как я еще раз повторюсь, почти на половину карты всегда. Это шикарно, друзья, это шикарно. Ну вот, ну что ПТ-хо делаем? Ну, я не понимаю. А она, походу, вообще, собственно... Да, он либо вышел, либо вылез. Хер, вы понимаете. Да, вот правильно, если десятка все пишет, не бегал бы, было бы все норм. Это он абсолютно прав. Ну что же, очередной. Очередной, друзья. Проигрыш, который уже... Который уже... Сегодня у меня... Да уж. Ну, он, хэви-мэй. Выкладку сломали. Гусеницу, башню, топливный бак, наводчика. Да, вот... Тысячу восемьсот девяносто четыре. Это мы еще и пожар начали. Шикарно, просто шикарно. Семерки дали жару. Ну, вот в АК-шку обидно не попали, лишь загуслили. Ну, благодаря тому, что загуслили, ему наш союзник касать дамага нанесли. Это тоже немаловажный фактор. Ну, и, конечно, сами видите, по бою больше всего дамага нанесли. Две арты с АТ-шкой. Тут, если два топа, две десятки по нулю с Валя сливаются, ну, о какой победе может идти речь? Да нет, никакой. Конечно, покидаем звук. Ну, и отправляемся дальше. Надеюсь, что нам в следующем-то бою больше повезет. Я надеюсь. Ну, карта нам достается хорошая. Это АР-шир. Встречный бой. Довольно-таки неплохо. Десяток нету. Для нас, в принципе, почти все картонки здесь. Ну, правда, хотя и картонки, с другой стороны, все они довольно-таки быстрые. Ну, разве что, восьмерка Т-10 более-менее как-то может удар содержать и то как-то в лобовой профиле. Ну, посмотрим, посмотрим. Все-таки в современных боях, назовем это так, в танках, арта она не решает. Она не решает. Она, да, она может помочь, но она не решает, как это было когда-то. И это время уже, друзья, прошло. Ну, что же, откатываемся мы куда-то за бугорчик, чтобы нас сразу так прямо-то не было видно, да? Хотя здесь бугорчик не особо мне нравится. Давайте, наверное, как-то сюда перекатимся на дорожку. Ну, и мы проспали, проспали, вот их не появление. Ну, с другой стороны, это светляки. И не факт, что мы в них вообще попадем. Все-таки мы по большей части являемся сплошевиками, чем какой-то точной артиллерии. Вот 50-100. Вот в него попасть, это милое дело, друзья. И мы его забираем, друзья. Мы его забираем. Я не знаю, сколько там у него оставалось хп, но я так предполагаю, что больше тысячи. И мы его забираем. Шикарно. Минус восьмерку в самом начале. Это хорошее. Хорошее начало, на самом деле. Так, ну, хомяка мы в жизни не попадем. А вот она, восьмерочка. Восьмерочка, которую разбирают, ну и в которую... Которая находится в нашем простреле. В нашем простреле. Мы сейчас ее попытаемся забрать. А, она починилилась. Ах ты же, е-мое! Перестал он-то езжать, мы его только накрыли на 400. Но, может быть, ее сейчас доберут. Я же перевожусь на базу. Там трое противников пытаются взять по-быстрому нашу базу захвата. Но мы будем им в этом мешать. ВЗ-111 приоритетная цель для нас. Ну, что же. Окей, окей. Полторы секунды. Друг, ты, главное, стой. Ты, главное, остановись. Ты, главное, не двигайся. На 908 мы выходим в ВЗ-111. И мы сбиваем захват полностью. Это шикарный результат. За это можно вот глотнуть. Глотнуть можно. Ах, хорошее. Хорошее темное пиво. Это шикарно. Первый у меня на канале. Прямо, так скажем. Видео про арту. При этом я еще хлебаю и пивасик. И мне вообще все по кайфу. Ну, что, Тигр-1. Может быть, ты вдруг остановишься и дальше не поедешь. Шикарное попадание. На 877 Тигр-1 добирают. И он уже не приедет, собственно, в круг. И не встанет на захват. Да и в захвате, собственно, какие-то недобитки находятся. По которым даже стрёмно стреляет. Особенно пару. Ну, это ВЗ-ка, если только забрать. У нас уже больше 2000 дамага. При этом нам еще не показывает, сколько же мы выбили из 50-100. Ну, отлично. Отлично. Здесь все ясно. Сюда стрелять даже смысла не имеет. Давайте сводиться вот на эту ПТ-шку. Прицел у нас разбежался, к сожалению. Сводимся. Ждемся, друзья, ждемся. Во, кто-то тут попал. Ну, сведение говно. Но мы попадаем. Есть два фрага! 154 не так, что много. Видимо, арту. Сводимся. КД у нас большое. Более 20 секунд. Ждем, друзья, ждем. Ну, вряд ли успеем. Т-32 должен раньше. Да здесь уже убивать-то нечего. Ну что, вопрос, попадем ли мы в эту ПТ? Али же нет. Ах ты же, гадина. А он взял и уехал. Вот как ты несовестно, а? Как ты несовестно? Я в тебя... Я тебя жду. О, видели, куда я стрелял? И куда снаряд пропал, да? Нормально так. Метров 7, наверное. Обалдеть. Но неплохой, неплохой бой. Сейчас глянем все-таки, сколько же мы выбили из этого 50-100. Сколько у него было хп. Батюшки мои, я даже какую-то награду получил. С ума сойти. Так, урон, урон, урон. 3050-100 меня интересует. Я ему гусеницу, механик, парадист. А сколько же дамага? 695, друзья. 695, по-видимому, ему все-таки раньше менял, пролетело от других игроков. И не так много у него уже оставалось хп. А именно 695. Так, ну и САУ-19 я выполнил. Че-то попасть в топ-3 игроков. Ага, по урону, уничтожить, выжить. А победить. Ну, на самом деле я ЛБЗ не особо выполняю. Ну, по дамогу вообще на первом месте я. 3000. Ну что же, 750, 50, хорошо. Что тут еще-то, арт-батарея, что надо-то лично нанести, не менее 20-ти, победить. Ага, ага. Взводом, состоящий из САУ, любой другой. Ну, ясно. Но я их так, честно говоря, ЛБЗ-то не выполняю. Я одно выполнил, самое первое, получил вот этот вот штук 4. И как-то меня, честно говоря, не тянет совершенно выполнять все это дальше. Так, поставил задачу, ну, выполнится и выполнится. А чтобы специально что-то там для этого предпринимать, я не делаю. Нет, как-то по барабану, честно говоря. Я считаю вообще ЛБЗ-то зло. Да, личная боевая задача-то рекламировалась как, ну, действительно, интересная вещь. Но на самом деле это полный геморр. И как только они вышли, я, поиграв пару дней, понял, что это, ну, полная жопа. И ушел из игры на, по-моему, на 3 или 4 месяца. Потому что играть было невозможно. Представляете, топы там на маусах, на сотках, им нужно оттанковать урон, чтобы мы засчитали ЛБЗ. А они занимаются какой-то полной херней, они едут куда-то вообще, в необычные места. Там что-то пытаются вытанковать, их убивают, команда сливается. И так постоянно. То ЛСТ каком-то херней занимается. Им нужно там в первую минуту убить танк. А не куда-то рвутся вперед и дохнут. То есть, ну, полная жопа. И как играть, херню знает. Через 3-4 месяца я появился в новом игре. Вроде как все устаканилось. Вроде как нормально. А вот здесь вот вообще я не знаю, что мне делать, честно говоря. Я здесь последний раз был хрен знает когда на арте. И где встать, чтобы нормально. Но вроде как вот здесь всегда вставал в углу. Откуда 155-й поехал. Ну, карта вообще не предназначена для игры на артиллерии. Это 100% на... Как здесь на ней играть? Я в душе не чаю. Да и никто не чает. Мне хотелось бы посмотреть на какого-нибудь разработчика, который играет на арте на этой карте. Вот это было бы забавно. Попали в 140 на 800 хп. А он шотным остался. Думаю, сейчас отсюда уедет. Так, съемка, съемка у меня в простреле. Это хорошо. Ну что же, мы ждем КД. Да, здесь напишем в союзниках, что у меня 20 секунд до КД. И я накину этому хладу, если он останется на этом месте. Ну что же, покажите мне его. Ну, ну покажите. Ну, пожалуйста. Ну что, друзья, что я могу сказать. Слепую кидать мне религия не позволяет слепую кидать. Вот, видим эту семерку, которая едет. Но ее взорвали, к сожалению. И нам... Блин, и они 140 тоже взорвали. Ну вообще жесть. Этих мы уже в простреле... У нас прострела нету здесь. Нам остается только вот сюда куда-нибудь сводиться. Давай быстрее. Давай быстрее. Ты только не двигайся, друг. На 914 мы вошли в 907. Это шикарно. Это шикарно. Ну, друг, извини, на полтосе. Я что мог, для тебя я сделал. Вот, кто-то еще попал. По-моему, была ПТХ. Ну, это шикарно. Это шикарно. Ну, как видите, в чате 907 пишут, что я плохой человек вообще. И вообще все плохое. Ну, друг. Друг, что я тебе могу на это ответить? Во-первых, твоя команда, она слилась. Элементарно, да? Она слилась и... Чего-то либо... Хорошего. Шикарно. Шикарно. Напишем человеку, сори. Сори. Я в тебя не стрелял. Все, кто смотрит этот ролик, могли видеть. Что я совсем прицелился в крае шикарты. Скуба для того, чтобы не попасть в нашу ЛТшку. Ну, случилось так, как случилось. Снаряд куда-то ушел дальше. И там совсем все плохо. Эх, промахнулся. Вдруг, подожди, свожусь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они уехали. Блин. Ну, наш зарядился первым. Шикарно. Что бы с ним? 1950. Не дошел я до 2000. Но это, друзья, сугубо из-за карты. Сугубо из-за карты. Она дурацкая. Она вообще не предназначена для артиллерии. Тут всего лишь несколько прострелов И тут зависит сугубо от удачи Поедут в эти прострелы в танки Или не поедут Обидно конечно что я убил своего Но я нечаянный Я не хотел Благо мы победили Благо мы победили Это меня радует Ну что же отправляемся дальше Вот они Рудники друзья Кстати последнее время Сталось замечать что На высоких уровнях довольно таки много Арцеллерии снова стало играть То есть я так понимаю Люди которые когда то начали Качать и они таки докачали Арту и вот она Здравствуйте новый год То есть много довольно таки Британцев, коней Конкуэров, ГС Довольно таки много советской арты На американской И даже немецкая друзья Встречается ГВЕ и Е100 Раз как они на ней играют Я больше не чаю Ой Ну как то они на ней играют Хух Ну что давайте заищать Куда то сюда Мои любимые домики 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 Здесь надо переезжать друзья Потому что у нас сейчас будут Скорее всего Пасти по трассерам Такое дело и есть Ну вот прострел Ну я еще не успел Перезарядиться Друзья Кулдаун 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 И он отъехал Ну я вполне возможно Что даже если бы он не отъехал Я бы не попал Слишком далеко снаряд ушел Это то Про что я говорил Друзья Это то что снаряд Ведет себя весьма и весьма Странным образом И летит туда Куда его не посылают Ладно Первый блинком Ждем Ждем 140 катает Ну на этом кино кончился Так понимаю Да Стоило мне зарядиться О Друг ИС-8 Точнее Т-10 Т-10 Киевшки Есть попадание 688 Это конечно Не так что Много Но вот ГВЕ Его отбирает Это хорошо Это хорошо Минус танк Минус ствол Это всегда полезно Это нужно Это отлично Друзья Так Что там 140 По прежнему Да Но он у меня Не в простреле Тем более Ну вот 62 Муж Появишься Нет Не хочешь Появился Но я уже не там Т-10 Ай-яй-яй-яй Хэви Хэви Нига Айниф Простреле Да что такое А Шо Заза Ну я что Должен угадать На это Несерьезно Здесь тоже Несерьезно Вот это Нахлобучили Уже Нахлобучили На это За камнем Я друзья Не конь Чтобы закидывать За камнем Придется У меня Сюда Вращаться Ну и вот Этих Дружков Мариновать Весьма Посредственный Здесь Прострел Но мы Попадаем На 740 Хомяка Это Хорошо Уничтожает Нашу Орту ГВЕХ И ГВЕХ Не права В этих Кустах Довольно Хороший Обзор Так что Она Совершенно Не права Что там Стало И надо Либо Ко мне Подъезжать Либо Уезжать Туда Дальше За Камнем А то Что она Здесь Осталась Это Это Друзья Проблема Проблема Ну что Попробуем Вот Т-10 Забрать Забрали Хорошо И Сим Есть Хомяк 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 Хомячный Ну Подъедь Собака Ты же Стоял Здесь Ну Тьфу На вас Давайте Покажите В засвете Случа 7-8 Шансы Еще Есть У нас Вот Кто-то Здесь Проехал Приезжает Так Ну и Наверху Шикарно Забрали С Атеху Здесь Еще Кто-то Один Есть Объект 140 Да Ой Шутный 7 ХП Друзья Боже мой Куда я стреляю 7 ХП Ай 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 Вот это я был не прав Друзья Я был не прав Совсем не прав Нам было Либо раньше стрелять Либо не стрелять Вообще Вот честное слово А так Створил Какую-то Ересь Отлично Хромячина В простреле Но она Уезжает Уезжает Обидно И 140 Жив Негодяи Дамага Я нанес Совсем Мало Буквально Полторы Тысячи Ну Хомячина Выйдем Тоже 8 ХП Осталось 2 Шута 2 Друзья Шута Пошел Снаряд На удачу Нет Куда Перелет Перелет Здесь Я не достаю Здесь Слишком Слишком За камнем Находится Семерка Ну Ждем КВ-4 Ждем Перезарядки В надежде Что Попадем К сожалению Умирает Наш КВ-4 Единственное Кто светел Здесь На середине Это Жопа Это Жопа Новый год Осталось У нас Буквально Всего Ничего Впрочем Если Забрать Пару Танков Противника Мы Вернемся К равенству Учитывая Что 140 Шутный Мы Мы Можем Добиться Успех На Они Не Выглядывают Не Выглядывают Ждут Обходят Их Больше Ну Что Друзья Ждем Семка Семка Блин Семка Она Вне Прострела У меня Полторы Тысячи Мне Выезжать Не Камильфо Меня Сверху Может 140 Светануть Так Что Я Жду Здесь Кв4 Который По идее Должен Поехать У меня Здесь Прострела Все Меньше И Меньше Нам Надо Отъезжать Куда То Сюда Вот Он Кв4 Да Он Из Этого Камня Хрен Выйдет Друзья Хрен Выйдет Ой Ну Убейте 140 У него Там Буквально Копейка Семь ХП Или Что То Круто Но Он Не Дурак Он Не Будет Выезжать Он Подсвечивает Наш Их Не Арти На Еж Дук Кв4 Вот Он 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 За Камнем Даже Не Пытается Выглянуть Соответственно Шансы На Попадание В него Практически Нет Что же Делать Как же Быть Давайте Попытаемся Здесь В кустиках Обосноваться И Накинуть Семерки А Забирает Сотку Забирает Сотку Семка За домиком Но Это Это Друзья Проигрыш Это Проигрыш Пока Я Ехал Кв4 Сменил Диспозицию Свестись Я Не Успеваю Это Друзья Проигрыш Я Даже Знакин Не Успею Успел Целых 707 ХП Че До 140 Фугасами Шмаляет Нехороший Человек Взял У меня Фугасом Капернул Не знаю Здесь Будет В Простреле Кв4 У тебя Есть Еще 5 минут Потрати С пользой Это Друзья Конь Это Конь Который Закидывает Запросто Куда Угодно Тоже Читерская Хрень На мой Взгляд Почему Великобританская Арта Так Может Остальные Арты Так Не С другой Стороны Конечно Да Конь Так Может Но С другой Стороны У него Полет Снаряда Время Полета Снаряда Очень Большое И Порой Им Неудобно Стрелять Потому Что Практически Нереально Рассчитать Трактуру Движения Противника И Время Приземления Снаряд Это Да Здесь Он Был Прав Что Кинул В меня Он Понял Что Я Наверняка Жду Подъема КВ4 Бой Был Проигрыш Это Понятно Но Вообще Не радует Не радует Меня Это Сколько Боев Буквально Всего Несколько Выигрышей Ну Это Стандартная Тема Стандартная Кидает На Священную Долину К Девяткам Ну Что Ж Друзья Попробуем Как Оно Тут Будет Тоже Не Самая Лучшая Карта Прямо Скажем Всего Лишь Здесь Несколько Тоже Прострелов Как И В Харькове Ну Я Говорю Что После Того Как Арту Понерфили Разработчики Они Откровенно Забили На Артиллерию И Даже Попыток Не делают Создать На Карте Каких То Условий Для Ее Работы Просто Не Делаю Им Откровенно Наплевать Есть Прострелы Нет Прострелов Хотите Вот Сами Ищите Но Нету Ну Жопа Значит Вам Он Как Промзона Буквально Сколько Там Три По Моему Да Три Линия Типа 0 9 8 Или Нет Прострелы Для Арты Все Остальное Спрощная Сплошная Промзона Где Откровенно Нету Ни Хрена Ни Прострелов И Там В Каких Ангарах Бои Проводятся Попал Нету Нету ЛТ Попал Попал 4 637 Сложный Был Выстрел Но Я Попал Шикарно И Одну Девятку Она Практически Шопная А теперь Можно Спокойно Накидывать Сюда Куда Нибудь Какую Более Менее Медленную Технику Лучше Конечно Супер Перш Потому Что У него Броня Какая Стремачная И Часто Не Пробивается Так Друг Ты Главное Замри Недолет Причем Недолет 4 метра Недолет Нормально Это Нормально Друзей Могло Быть И Хуже На Сам Деле Могло Быть Хуже Ну Что Ждем Еще 20 Секунд Вот Артак Какая Попала В Башню Ему Отлично Он Едет 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 Слушай Хороший Ехать Друг Хороший Ехать Слышь Что Лег Хорош Я Промахнулся Ну и не то Что Промахнулся Сами Куда Я Стрелял И Где Приземлился Снаряд Разница Она Есть Она Существенная Потому что Если бы Снаряд Приземлился Там Куда Я Стрелял Я бы Супер Першин Забрал Обидно Досадно Но М40 Выполнил Мою Работу И Забирает Супер Першинга Ну Давайте Сводиться На Какого То Более Целого Вот Даже Так Я Правда Надел Что ИС-8 Останется Задержится Я В него Попаду Но Получилось Так Получилось Забрал Я Тройку Вот И Восьмерку Забрал Нормально Ладно Едем Дальше Не Ждем Дальше Терпи Друг Терпи Десять Секунд И Все Будет Но Т-34 Очень Жеком Умный Прошел Сделать Именно Вот Так Блин Т-34 Ты Самый Походу Умный Ты Вне Зоны Поражения Ух Ты Т-55 А Ты Как Здесь Вообще Откуда Образовался Ты Давай До свидания Друг До свидания Нехрена Тут Кататься Понимаешь 30 секунд Перезарядка Жди Друг Жди А Конечно Похорошему Мне Переехать Б Ну Да Ладно Тут Я надеюсь Они будут Именно Здесь Выглядывать Да 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 Вот именно Вот так 5 секунд Пошел снаряд Есть Контакт Уже Три фрага Уже Три фрага Сообщают Нам Ну И мы Переводимся На другой Фланг В надежде Помочь Нашим Ребятам Едет Какой-то Сраный Комет К нам Кстати Говорим Надо На него Сводиться Потому Что Охраны Никакой Артиллерии Нет О М40 Шикарен Ты шикарен Друг Ты Забираешь Этого Этого Злостного Поца Так Ну и нам Надо Выехать Как-то На прострел Кого-либо И у нас Всего лишь 1379 Дамаг Да Забрали Мы сегодня Много Много Танков Конечно В этом Бою Телых Три Но как-то Дамашкой Они ХП Не страдали Особо Так Друг Давай Засвет Дай Дай Засвет Я сюда Сведем Ну же Засвет Засвет Где Света Мама Мама Можно Буду Спать Со Светом Можно Света Заходи А вот Он Собственно Этот Негатив М40 У нас Реально Шикарен Снова В ближнем Бою Справляет С Противником Я даже Не успеваю На него Более Менее Свестись Ну и Мне Остается Только Переехать Собственно На другую Точку Чтобы Автопротивника Случайно По нам Не попало Шикарно Опа 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 Друзья Вот так Снова Мы светим Едет На нас ПТ-ха Какая-то На 762 Давай Давай Терпи Терпила Ха-ха-ха Ну и мы Сваливаем Куда Подальше Бугага Бугага Друг Бугагашечка Бугага Нормально Разобрали Мы Негодяя И его Тупо Добивают Шикарно Друзья Просто Шикарно По другому Не скажешь Так Исуха Карамельку Тебе в ухо Ты жди Жди Подожди Четыре секунды И все будет У тебя Красава Ну его Забирают Раньше Остается Одна Арта До которой Я походу Не достаю А он Еще и Отъезжает Ну что Ты будешь Делать Давай Давай Ну Куда Не Никак Ну такие Дамага Все таки У меня больше Чем 2000 Это меня Радует Друзья Это меня Радует Плюс Три фрага Хороший Бой Хороший Реально Хороший Мне понравился Плюс Я должен Выдать Должное Нашему Союзнику На Арте На М40 Он Прямо В ближнем Бою Шикарно Сыграл Из клана Сонья По другому Не скажешь Прямо Попадал Самое Прямо Не балуйся Шикарно Ну что Поехали Дальше Опа 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 Промахнулся Я Конечно Хочу Покет Звон В котором Я не Состою Да Поехали Что Друзья Карта Фьорды 58 Выдают Нам Олень Оленища Фьорды 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 Старая Карта Тоже Она Не Страдает Особо Прострелами Но Будем Как-то Пытаться Здесь Играть На самом Деле Здесь Один Прострел Это Центр Друзья Это Центр Это Что-то Д 6 7 И Чтобы Туда Накидывать Надо Заехать Совсем Куда Сюда На Полуостров Вот И Оттуда Кидать Не Самое Лучшее Действие Долго Туда Карабкаться Да И Сменить Позиции Вам Уже Не Удастся Нам Ничего Другого И Не Остается Друзья Вот Так Приехали На Нужную Точку И Здесь Где Нибудь Будем Кататься Друзья Кататься Со Мною В Напарниках Сегодня 212 А Советской Советская Арта Цветого Уровня Ну что Сводимся Куда Нибудь Сюда На Центр В Надежде Что Кто Нибудь В Наглую Поедет Но Мы Здесь Никого Не Берем Так Что Наверное Лучше Даже Вот Сюда Реально Сводиться На Центр Мы Даже Здесь Достаем Если Он Выглянет Он Выглядывает Но Совсем Немножко И Мне Конечно Нужен Цвет Цвет А Где 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 Светулечка Блин Не В кого Кинуть Совершенно Друзья 140 Он Под Скалой Находится 44 За Камнем А Печаль Друзья Печаль Тоска СТБ Тоже 704 Хрен Теперь Выйдет Он Обижен На Всех Ему Кидали Так Вот 5 4 Вроде Вот Это Врывается Нет Да Врывает О Ты Шикарен Ты Шикарен Друг А Не Отъезжай Ой Как Далеко Снаряд Мимо Ушел Ой Друзья Жесть Просто Жесть Ну А то Что Сделал Наш 50 Б Это Реально Мы Правильно Написали Что Он Рак Он Действительно Рак Потому Что Что Он Сделал Это Реально Нет Никакого Никакой Правильной Я не знаю Позиции То Что Он Сотворил Это Ересь Чистого В чистом Виде Так Блин Ну Что Ж Так Ну Вот 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 Стой Ну Замри Ну Не Не Хотят Они Замирать Что Ты Куда Ты Денешься Но Никак Ну А нам Остается Вот Эту Позицию Пасти Да Здесь Прорыв СТ Жесточайший Ну Мы Хотят Забираем Одно Хотя Бо Друзья Одно Ой 140 140 Позади Эй Друзья Сейчас РТшки Приедут У нас Они Изнасилуют И Ничего Мы Не Сделаем Друзья Что Приводит Меня К мысли Что Нужно Изменить Нашу Позицию Куда Ни Сюда Вот Вниз Вниз Как Нибудь Отсюда Стрелять Так С Леопардом Они Борются Как Бо Только Своего Не Закернить А Ай Зря Кинул Ой Зря Кинул Друзья В том Плане Что Совсем Зря Кинул Так Здесь Я Никого Не Достану При Всем Желании Но Свестись Наверное Имеет Смысл Потому Что Их Здесь Много На Базе Там Я Тоже Никого Не Достану Но Там Я Думаю Ой Офентрагера Убили Е5 Остался С 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 Имеет Смысл Подождать Противника На Этой Позиции Вот В Этом Простреле С 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 Не С С Пойдут Они Не Пойдут В Атаку Ну Ж Выйди С С Выйди Есть Контакт Восьмерка Минус Шикарно Одного Забрали Еще Будем Сводиться На Е5 24 С С С С С С С Забирает Содку Друзья Забирает Содку Это Практически Практически Проигрыш Никуда Не Блядь Покажи Дебил Куда Ты Едешь Накер Ты Туда Едешь Кусок Ты Говна И Я Промазываю Пром Мажу По Т 34 К сожалению Наш Макс С ДС Совершенно Неправ Спор Не То Что Он Уехал Оттуда Так Не Дают Нашим Взять Базу Спокойно И Да К сожалению День рождения Оно Раз В Году Боюсь Е5 Сейчас Заберу Сделать Я Никера Не Могу Даже Если 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 Но Нет Нет У меня Ни Единого Прострела Кидаю Наугад Там Недавно Сломался Забор Но Походу Не Попадаю Не Попадаю И К сожалению Вполне Себе Выигрышной Ситуации Мы Оказываемся В Проигрыше И Отчасти Из-за Того Что АМАИ С С ДС Он Не Стал Светить Танки Которые Поехали По центру Я В принципе Понимаю Он 100 ХП Остался Жизни Но Надо Было Понимаешь Есть Такое Слово Надо Есть И Вот И Сейчас Он Уезжает Наверх Я Не Знаю С Какой Целью Что Ты Будешь Делать Друг Карта Она Совершенно Не Предназначена Для Арты Здесь Мало Прострелов Арте Играть Очень Неудобно Но Пытаемся Пытаемся Сделать Все Что От Нас Зависит Все Что Возможно Элементарно Даже С другой Базой Зовем Ее Левый У Арты Даже Больше Точек Куда Она Может Поехать С Этой Страны Мы Можем Либо На Центр Вообще Поехать Совсем На Центр Оттуда Хороший Прострел Но Это Нужна Мобильная Арта И Вменяемая Команда Вот Как Начинается Захват Кидаю Практически Наугад Промазываю Т62 Меня Забирает Он Здесь По Острове Это Было Очевидно Друзья Очевидно Наношу Я Самый Маленький Дамаг За Эту Сессию Даже Нет Тысячи Всего Лишь Два Попадания Правда С Два Попадания Два Фрага Но Тем Не 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 Как Так Ну И Че Все Всрал Ты Не Знаю Тебе Легче Оттого Что Тебе Не Придется Ты Почувствовал Что Тебя Не Убили Тебе От Этого Легче Или Как Ой Друзья Печаль Печаль Конечно Ну Что Давайте Отправляться В следующий Бой Я так Предполагаю Что Он Скорее Всего Будет Последним В нашей В данном Видеоролике Попадаем На Lifehawks Снова Нам Везет К Девятым Уровнем Ну Что Ж Посмотрим Как Она Тут Что Тут И Как Тоже Карта В принципе Хорошая С одной С одной Стороны Она Открытая С другой Стороны Бои Столкновения Происходят В городе В основном Где арта Непомощник И За За Линией ЖД Где Опять Постоянно Мешают И мосты Железнодорожные Железнодорожные И всякие Перепады Ландшафта И Ата Тоже Не Особенно Не Совсем Особенно Влияет В Эту Бою Но Посмотрим Посмотрим Ну Что Давайте Поражемся Немного Вперед Пойдем Вот Вращаем Чтобы Нам Нас Как То Прямо Сразу Сидики Не Обнаружили И Будем Уже Все Таки Дать Хорош Пали Давайте Союзникам Тыкать Блядь Вот На Эту Сторону Потому Что Они Полные Идиоты Они Совершенно Не хотят Ехать Туда Но Мы Заставим Заставим Я Надеюсь Так На К сожалению Мы Не Успеваем Свестись Как То Более Мене Приемлемо А Не Свернул Он В ту Сторон В Которую Я Хотел Чтобы Он Свернул К сожалению Свернул В Нужную Тогда Возможно Были Бо Шанс ЛТБ Сейчас Убьют Убили Хорошо Это Был Единственный Зелененький В их Не Команде Переводимся На Другую Сторону Здесь 1375 Стоит Его Убивают Это Меня Радует Давайте Переводиться На Вражеский Берег Вот ВЗ Я Сейчас Не Беру Дадите За Свет Нет О Как 1390 С 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 Да Ты Блядь Герой Герой Который Спустился Под Мост Накрыл Друзья Накрыл Немножко Неправильно Неправильно Задал Траекторию Все-таки Надо было Не ожидать Что 90 Все-таки Как-то Поактивнее Поактивнее Пройдет Здесь Я Сам Виноват Ну И 49 Забирает 90 Все-таки 90 Откидал Свой Барабан И У него Других Вариантов Туже И Не Был На Сам Деле Так Лора Лора Там Здесь Какие-то Другие Танки Этого Можно Сказать Убили Давайте Сватиться На Вот Этих Ребят А Собственно На Артиллерию На Артиллерию Вот Это Дело Нужное Дело Нужное Надеюсь Попаду друзья как мимо-то куда я кидал куда снаряд приземлился как говорит в одном месте две большие разницы вообще жесть надо нам надо выцелить какой-нибудь цель хороший и как следует ее продамажить с новым собаку поехал давайте на удачу есть попадание друзья наконец-таки забрали марта это хорошо ну и следующая наша цель 75 вот он негодяй полностью целый и может быть он отъехал да он отъезжает может быть сплэш ему что-нибудь то мы нанесли ему нам этого не показывает мы это увидим только в конце боя печально друзья печально здесь какой-то мэйкс мэйкс 120 давайте попробуем его забрать с другой стороны некому светить зря наверное перевелся с и 75 ладенько в 13 забирая тут остался 75 не знаю будет ли прострел т-32 т-32 не прострел за домиком ныкается собака злая вот он выезжает на тебе фугас в корму снаряд уходит мимо так очень как будто чиркает по крыше учитывая что двадцать три дамага и краску поцарапали но не попали обидно обидно очень обидно 75 как мы видим не сильно пострадал все таки его по-видимому достал но не сильно ну давайте сводиться цель еще жирненькая ох попадание пошел снаряд надеть попадет не не попал рядом приземлился на 440 сплэш после дамага этого конечно мало мало свыше 500 это совсем мы будем надеяться что мы все таки надамажим вот этого 50 120 10 секунд у меня времени на кд ох нет нет все тут есть только фраг сделать то есть по взял но мы даже не успеваем от кдшится врага забирают и вот такая печалюга друзья 500 хп дамага совсем мало такая чутка побольше но к нам кажется что мы набили 1200 дамагом все таки мы попали в 75 на 695 друзья мы попали до всего общая сумма там 440 было еще значит почти на 300 хорошо арту забрали 450 хп но он ст 32 не повезло не откро откровенно не повезло перелетел снаряд у меня черпнув по башне на 23 хп вот если попал бы был совершенно другой расклад ну ладно хотя бы так хотя бы победу друзья ну и давайте посмотрим общую статистику за сессию как 7 боев мы отыграли из них 4 победы 57 процентов общего средний дамаг за бой составил 2048 единиц хп это это радостно учитывая что у меня общее 1620 надо учитывать что я очень долго играл на этой арте со стоковой пушкой которые выдают гораздо меньше дамаг и он сейчас она идет на увеличение это хорошо друзья хорошо но я надеюсь вам понравилось также как понравилось мне если так ставьте лайк комментируйте видос ну и конечно же кто еще не сделал подписывайтесь на канал буду очень этому рад нас вам я прощаюсь спасибо что смотрели удачи вам и всего хорошего